Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Как реально жили декабристы и их жены в Сибири?» 11 женщин отправились в Сибирь вслед за своими мужьями-декабристами. На самом деле участников восстания было больше, конечно. Пятерых повесили на Сенатской площади, а 115 человек отправились в Сибирь на вечное поселение, как предполагалось в начале. Это значило гражданскую смерть, и неважно, сколько прожил бы человек, привыкший к столичному обществу в затерянной где-то на краю земли тайге. Важно, что он был потерян, фактически мертв, уже в тот день, когда прозвучал приговор. Заметьте, мы говорим только об 11 женщинах, которые решились поехать вслед за супругами на сибирскую каторгу. А остальные декабристы, и это 104 человека, отбывали наказание, завидуя тем, чьи жены оказались настолько верными, что смогли приехать вопреки всему. Да и выехали в Сибирь они не сразу, большинству пришлось добиваться разрешения властей по году и больше. Самое первое, кто получил это разрешение, книги не Трубецкая. Но и ее на целых полгода по распоряжению царя задерживали в Иркутске, уговаривая не рисковать и дожидаться освобождения мужа в Москве. Сейчас трудно сказать, что сподвигло этих женщин добровольно лишить себя свободы. Ведь нельзя утверждать, что у всех была истинная любовь к своим мужьям. Например, Мария Волконская до ссылки ее мужа находилась с ним и вовсе не в ладах. И про остальных сказать про любовь сложно. Среди знати браки чаще всего заключались по взаимовыгодному расчету, и бывало, что будущие супруги не видели друг друга вплоть до венчания. В те благодатные времена женщины не занимались политической деятельностью, потому о том, что их мужья, члены тайных обществ, дамы узнали уже после того, как тех стали арестовывать. Исключением была Екатерина Трубецкая, которая имела чрезвычайно доверительные отношения с мужем. Правда, во время следствия про нее забыли. В итоге по делу декабристов опрашивали лишь двух женщин, сестер Ксаверию и Корнелию Рукевич, брат которых Михаил Рукевич сначала был приговорен к смерти, но потом получил 10 лет каторжных работ и оставление в Сибири на вечное поселение. Сестер обвиняли в том, что после того, как арестовали Михаила, они сожгли все его документы с компроматами. В итоге сестер отправили в монастырь, одну на шесть месяцев, вторую на год. Конечно, среди тех, кто поехал за своими мужьями, были и те, кто решился на это во имя любви. Например, Полина Гебель или Камила Ледантю, обе француженки. Эти женщины следовали своему долгу в отношении любимых ими людей, Ивана Аненкова и Василия Ивашева. Каторга и ссылка в сибирские рудники для людей знатного сословия значили не только ужасы тюрьмы и тяжелые условия быта. Это значило еще и полностью разорвать все отношения с друзьями, некий информационный разрыв со светской и европейской Россией. А женщины, которые поехали вслед за своими мужьями, стали этим информационным мостом. Они письмами связывали каторжников с остальным ими оставленным миром. Женщины хлопотали, добиваясь смягчения приговора, уступок от властей. Если подумать, то именно эти женщины весьма успешно делали то, что сейчас делают адвокаты. Причем бесплатно, полностью вникая в суть процесса. По своей сути, они и были теми самыми первыми правозащитницами в Российской империи. Правда, когда дамы ехали в Сибирь, они вряд ли думали, что там смогут заниматься чем-то подобным. Они лишь выполняли свой долг супруге всегда находиться рядом с мужем, и в горе, и в радости. Княгини и баронессы, разумеется, знали, что в моральном, да и в бытовом плане жизнь с каторжанином будет не сладкой. Однако не могли даже и представить, насколько это будет трудным. Эти женщины в массе своей выросли окруженной прислугой. Некоторые не умели платье на себе застегнуть, не говоря уже о готовке обедов и ужинов, элементарном мытье полов или стирке белья. Вот, к примеру, опись имущества, которая взяла с собой в ссылку Екатерина Нарышкина, три рукописных листа. Она считала важным иметь собой в обычной жизни две вуали, 30 пар перчаток, 30 ночных рубашек, 40 пар чулок и тому подобных вещей, без которых крестьянка вполне могла бы обойтись. Однако женщина подумала о медном самоваре. Видимо, хоть немного она представляла, что вода сама собой не закипит и чай не заварится. Правда, нет сведений, удалось ли Нарышкиной довезти этот самовар, да и умела ли она им пользоваться. Может быть, сейчас трудности этих женщин были не так ужасны, как тогда. Они ведь не считали, что совершают героический поступок. Когда Александра Давыдова уже вернулась домой, она как-то, услышав, что ее называют героиней, сказала, да какие мы героини, это поэты героинями нас делают, а мы лишь поехали за мужьями. Но если попробовать и представить, что чувствовали барышни, которых всю их сознательную жизнь учили музыке, вышиванию на пяльцах и обсуждению литературных новинок, они не знали, что с собой брать и везли вещи, которые им мало пригодились в холодной Сибири. В итоге очутились в крохотной избушке, может быть, даже и без печки поначалу, где приходилось готовить еду на очаге, мыть посуду в холодной воде, принимать скудную пищу. Что они чувствовали? Хотели ли вернуться обратно в свой дом? По воспоминаниям жен декабристов, тяжелее всего пришлось тем из них, кто приехал самыми первыми, княгине Трубецкой и Марии Волконской. Говорили, что тогда их мужья содержались на очень маленькую сумму, всего 20 рублей в месяц. Эти деньги лично определил Николай I тем, кто покушался на его жизни. Деньги стали получать женщины, они же регулярно делали отчеты о своих расходах властям. А те следили за тем, чтобы казенные деньги не были потрачены на слишком сильное облегчение участи заключенных. Еще, чтобы передать узникам какие-то вещи, необходимо было подкупить охранников. Женам можно было лишь подкармливать мужей, продукты доставлялись без проблем. Но для этого барышни сами вынуждены были готовить еду. Многие из них совершенно не представляли, как происходит процесс готовки. Учиться пришлось с азов. Сами ходили по воду, рубили дрова, разводили огонь в очаге, чистили овощи. С этим дамы более или менее управлялись. А вот чтобы почистить птицу или забить курицу, это было тяжким испытанием для кисейных девиц. Постепенно женщины-декабристки сбились в небольшую группу. Это было некое маленькое сообщество. Они помогали друг другу справляться с трудностями и переживаниями. Им очень повезло, что среди них оказалась Полина Гебель-Анненкова. Француженка была не из знатных, она выросла в простой семье, а в Москву приехала как модистка. Полина умела делать много таких вещей, с которыми аристократки до этого даже не сталкивались. Именно с ее помощью дамы обучились многим навыкам быта. Она научила женщин шить, вязать теплые вещи, обучила хитростям уборки и стирки. С некоторыми женщинами приехали крепостные слуги. Например, с Муравьевой прибыл кухмистер. Он научил и ее, и остальных женщин готовить из тех продуктов, что удавалось достать. Все декабристы с 1827 года содержались в Читинском Остроге. Нужно отметить, что для этих каторжан сделали неплохие условия. Однако то, что к некоторым приехали жены, поначалу ничего не значило. Им разрешали видеться очень редко, и на свиданиях присутствовали офицеры охраны. Дело в том, что когда женщины добивались разрешения ехать в Сибирь, то них, помимо прочего, брали расписку о том, что они не будут жить с мужьями семейной жизнью. То есть все свидания, по сути, носили платонический характер. Только после того, как заключенных перевели на Петровский завод в 1830 году, их женам разрешили проживать в тюрьме вместе с супругом. При этом данный вопрос родственники обсуждали чуть ли не у самого царя. Женщины завалили всех, кого могли, жалобными письмами, чтобы в камерах немного увеличили окна и законопатили огромные щели. Жены декабристов чаще всего попадали в опасные ситуации только потому, что были очень наивными, верящими в доброту и справедливость. Мария Волконская как-то вызвала гнев каторжных начальников потому, что подарила рубашки уголовникам. А еще один раз она же дала им деньги, чтобы те смогли сбежать. Заключенные сбежали, но их поймали и, чтобы узнать, кто дал им денег, жестоко избили плетьми. К счастью, Марию никто не выдал, иначе все бы закончилось тем, что Марию арестовали и тоже посадили в тюрьму. Большая часть времени у женщин уходила на то, чтобы приготовить еду для себя и мужей, починить одежду и попытаться поговорить через высокие заборы. Чтобы это осуществить, барышням часами приходилось сидеть и ждать, пока охранники выведут заключенных во двор. Правда, когда переехали в Петровский острог, стало легче. Там у женщин были дома, им выделили несколько домиков на улице, которую стали звать Дамской. И с мужьями можно было видеться чаще, а потом даже вместе жить. Нужно было как-то налаживать бытовые условия, именно это сделать оказалось труднее всего. Почти все необходимые для быта вещи пришлось заказывать через родственников. Приходили вещи не сразу, ждать женщинам приходилось полгода и даже год. Женщины помогали не только своим мужьям, но и тем, кто еще находился в заключении во строге. Ими была организована переписка, частью официальная, частью тайная, ведь местная власть вскрывала все письма, что через нее проходили. Они писали родственникам декабристов, которые от них отказались, просили помощи, утешали и успокаивали. Эти женщины нашли в себе силы не только помогать больным, неимущим, но и организовывать музыкальные и литературные вечера, чтобы хоть как-то скрасить свою жизнь на каторге. Жизнь шла своим чередом. В ссылке у декабристов появлялись дети, женщины занимались их воспитанием, старались привить им самые лучшие качества. Мужья, которые отбыли весь срок каторжных работ, но должны были жить на поселении, стали заниматься сельским хозяйством. Некоторые стали открывать свой, так сказать, бизнес, или же работать по специальностям, которые приобрели еще в той прошлой жизни без Сибири. А были и такие, кто выучился новому, уже будучи здесь, отбывая свой срок. До сих пор не прекращаются споры исследователей, ученых о том, по каким на самом деле причинам жены декабристов отправились в Сибирь. Однако точно можно сказать, именно они помогли мужьям и даже их товарищам по несчастью пережить страшное время каторги. Найти в себе силы с надеждой смотреть в туманное будущее. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.